Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы опять с вами путешествуем. Сегодня мы будем говорить о малых формах в саду, о их значении и о том, как сад выигрывает, когда они в саду есть. Сегодня мы отправимся в Малиловый сад. Он расположен всего на четырех сотках, но там поселилась сказка. И в этом вы увидите сами. Вы увидите и Мишку, который лакомится медом, и Филина, который смотрит на вас очень-очень страшно и укает, а также много других волшебных, сказочных существ. Ну, а что долго говорить? Давайте в путь! Итак, мы подходим к дому, где живет сказка. И нас уже встречают. Мать, посмотри. Вот кот Баюн наш, который сказки рассказывает. Он, какой же это Мать? Морчит. Это наш кот Баюн. Порчи, порчи, порчи. В сетях у Надежды Тимофеевны. И посмотрите, во-первых, на вход, как он красиво украшен. И обратите внимание, что у входа стоит огромный горшок с алисумом. Очень люблю это растение. Знаете, что оно пахнет медом. Ты в облаке аромата алисума. До чего это приятно. Вот видите, как встречают здесь гостей. Ну, это вот около дома посажено. И обратите внимание, как здесь грамотно, почему здесь лиственница у нас есть такая, поникшая, с такой формой. Ну, это делается, да, это специально делается прививкой. И для чего вот это вот высаживается здесь, особенно в малом саду. Для малого сада это важно. Потому что лиственница, она очень приятная, она очень красивая. Но большую лиственницу в малый сад вы не посадите. Она будет действительно очень высокая. А здесь все так сделано, продумано, что все деревья, которые высоко... Такая лиственница самая большая, ну, может вырасти на 2 метра. Это самое большое. А так она больше не вырастет. А вы знаете, какие лиственницы бывают высокие. То есть здесь продумано все до мелочей. В том числе у вас, наверное, и яблони такие же, да? Нет, яблони у нас вот такие обычные. Обычные. Ну, вот яблони обычные, а вот эти вот формы, они есть. У меня всего 2 яблони. Одна вот еще молодая, а одна более такая. Понятно. Кстати, очень хорошо приживается все. А вот там вот вы снимали эту елочку, конику. Она тоже такой же. Да. А вот еще, смотрите, барбарис. Вот этот барбарис, он тоже такой, он невысокий будет. Это из таких растений, которые больше не вырастают, миниатюрные. И в том числе обратите на цвет листвы. Он тоже вот посажен при входе. И благодаря своей листвы он тоже акцентирует на себе внимание. И как бы освещает сад и дает дополнительно красок. Даже в то время, когда цветы еще не цветут, вот эти вот кустарники деревьев с яркой листвой, они уже наполняют сад и вход красками яркими. А вы вообще очень любите миниатюрные, да? У вас еще... Ну, не то, что люблю, потому что здесь все большое. Я хочу, чтобы было много воздуха, много пространства. Да, пространство. Это очень верное решение. И у вас еще там, по-моему, вы говорили, жасмин, да? Такой же миниатюрный. Да, но он уже такой вот. Ну, понятно, уже все, листья отлетели, да? Вот так вот на уголочке. Так, посмотрите, какая необычная сирень. Какие у нее красивые листья. А цветет она каким цветом? А еще мы не видели, что она цветет, потому что мы ее только посадили. Нас встречает Мишка с бочонком меда. А рядом, посмотрите, кто лежит. Это кот. Это кот Баюн. Зовут его, конечно, по-другому. Но он рассказывает... Да, но он также рассказывает замечательные сказки. И давайте посмотрим, какие здесь замечательные растения. Это фитолака. Наверное, вы ее знаете. А кто не знает, хочу сказать, что это вообще-то как раз растение для моего сада выходного дня. Потому что оно не требует много затрат. Но очень эффектно. Очень эффектно. Посмотрите, это вот осенью уже стали эти шишечки соцветия темнеть. Ой, до чего это, конечно, смотрится очень. Ну вот, кстати, это растение можно отнести к архитектурным. Потому что оно очень интересно не только строением куста, но вот и своими шишками. И вот это архитектурное растение, вы знаете, оно всегда привлекает к себе внимание. Поэтому оно и посажено здесь, на центральной аллее. Вот сегодня теплый день. Талисом разливается запах по всему саду. И вот мы видим замечательное вот это вот растение, которое сразу привлекает наше внимание. Конечно, уже осень, но герохорастений уже нет. Их постригли. Там где-то остались флоксы, но, в общем-то, их уже цветов почти нет. Но вот это растение, оно, вот видите, всегда выигрышное. Оно всегда привлекает внимание. Здесь тоже огромный куст гортензии. Мы пойдем путешествовать дальше. Мы сейчас посмотрим небольшую горку. И посмотрим, у нас не только здесь мишка есть. Мы посмотрим, кто нас еще там ждет. Вот посмотрите, клематиск. Облако, облако такое замечательное. Розы. Ну, а это гномик, который охраняет сад. И обратите внимание, бабочки. В этом саду очень много бабочек. Я уже вам рассказывала про ветренницу. Замечательную, легкую, которая под ветром, она танцует, танцуют ее цветы. И рядом, как раз рядом с ней такая замечательная бабочка. А эти бабочки еще интересны тем, что они светятся ночью. Здесь у нас оленький цветочек. К сожалению, мы не вечером пришли. Но вот это у нас на клумбе оленький цветочек. И вот еще бабочки, которые светятся. Пришли за диковинными животными. И вот посмотрите. Там кто у нас? Там у нас филин. Это уже старый филин. И он очень хитро на нас смотрит одним глазом. Но это еще не все. Мы с вами приближаемся к лесному уголку. Вот у нас розы очень красивые попались навстречу. Ну вот видите, мы видим голубую ель. Под голубой елью у нас кто-то растет. Это грибы и ежик, который охраняет их. Но это опять же не все гости. Если мы внимательно посмотрим, то мы увидим зайчика и гномика. А чуть дальше это крокодил. Посмотрите, какой замечательный крокодил расположился у водоема. Водоем вокруг камушки лежат, а в водоеме плавают растения. Но не только растения. Сейчас мы посмотрим. У нас в водоеме красивый черный лебедь. А вот смотрите, здесь уточка в лесу. А вот делают как раз на писку горку. Папорник уже связали. А вот посмотрите, какая красивая ива. Это паникшая такая форма. Специально она. Простается такая. Посмотрите, какая красота. Ну а мы с вами продолжаем смотреть, что же еще мы увидим в этом зачарованном саду. И посмотрите, кого мы видим. Это собачка со светильником. Здесь хотя есть и кошки, но вот видите, у нас есть и собачка. И смешной такой вот лягушонок-возон. Ну, его сейчас оставили, он стал в другом месте. Но, во всяком случае, вот он есть. А вот с нами кот Баюн. Как в воде отражается. Дом хорошо. Это ель и... Да, ель коника и ель... Уж забыл, как называется. Плоская. Ну, в общем... Да. А дальше вот я вежу тую. Вот видите, какой здесь уголок. А как вы думаете, почему в этом саду очень много красивых и малых форм? Мишек, сов и так далее, и тому подобное. Почему? Ну, во-первых, это, конечно, очень красиво. И когда человек входит на участок, он сразу обращает на них внимание. Это очень важно именно на малом участке. Взгляд посетителя сосредоточен или на красивом цветнике, или вот на этих формах. Кстати, зрительное тоже способствует увеличению малого сада. Такие элементы, которые притягивают взгляд человека. Кстати, то же самое можно сказать и про архитектурные растения, про фитолаку. То сосредотачивается на них внимание. Это притягивается растение взгляд воли-неволи. И малый сад уже зрительно расширяется. Ведь здесь такие вот много таких способов, как можно расширить малый сад. То есть настолько грамотно сделано, поэтому мы и пришли сюда, что человек... Я не знаю, вы знали об этом или чисто интуитивно? Наверное, чисто интуитивно. Вот, видите, чисто интуитивно человек вот к этому пришел. Ну, то, что такие элементы он выбрал, это, естественно, по душе. А вот то, что вообще выбрал элементы, да. Нам нравится просто. Ну, да. Ну, вот видите, вот тоже фитолак, еще раз ее показываю. Ну, как не привлечь внимание такое. Ну, вот посмотрите, как малые формы, как вот эти фигуры преображают в сад. Они его превращают в волшебный. Мы прощаемся с садом, но на прощание мы зайдем и увидим тоже сказочные черные помидоры в оранжерею. Вот, видите? Черные, черные, черные. Как в сказке. Я уже почти все выбрала. Оставила так чуть-чуть. И вот обратите внимание, перед входом в теплицу и в конце ее, вот уже просто все убирается, осень, и в конце ее у нас бархатцы. А скажите, пожалуйста, почему вы бархатцы сюда сажаете? Ну, они его и от всяких болезней предохраняют. И еще и красиво, и запах. И не знаю, мне нравится просто. Да, Надя, спасибо большое. А вот еще раз напоминаю, что они борются и с нематодами, и с белокрылкой. И это, от нематод, это вообще единственное средство. И вообще это очень ценная вещь. Если вы хотите сажать там помидоры, огурцы, вы можете взять свои бархатцы, порезать мелко, закопать землю. После них уже можно совершенно спокойно быть, что земля будет чистая. Вот, вот это очень... Честно говоря, я даже вот и забыла сама про это, но у меня нет парника, вот забыла. Но спасибо огромное. Мы получили огромное удовольствие. Лиственницу мы снимали. Мы прощаемся с вами. Огромное спасибо за сказку.